Технология, которая взорвет рынок. Так о своем изобретении говорят краснодарские разработчики энергосберегающих керамических панелей. Такая небольшая плита способна обогреть помещение в 13 квадратных метров. Эффект уверяют производители, как от настоящей русской печи. При этом в доме нет никаких батарей или газовых установок. Инфракрасные лучи обогревают стены, что самое важное, потому что воздух стены так не нагреет, как на молекулярном уровне инфракрасные лучики работают. Панель самая большая, которая 13 квадратных метров обогревает, берет всего лишь 650 ватт в час. В то время как утюгом, которым вы гладите белье, он берет 2-2,5 киловатта в час. Энергосберегающие технологии сегодня в тренде. Ведь когда начинать экономить, как не в кризис, рассказывают на выставке губернатору-производители стройматериалов. Из-за того, что отрасль сейчас просела на 10-15 процентов, приходится подстраиваться под новые условия. При этом не только на строительном рынке, но и в собственной повседневной жизни, признаются разработчики. Народ пока не верит, наверное. Это правда в том, что они не доверяют пока такому строению. Совершенно верно. Идут стереотипы, все привыкли к кирпичу красному, к бетону. Вот мы принимаем участие в выставке, показываем, сняли. А вы в каком доме живете? В таком же, в Краснодаре, в таком же. Вот надо в таком доме жить, тогда и люди поверят. Вот и все остальное будет реклама. Все эти новые технологии и современные материалы нужно внедрять в жизнь как больших городов, так и маленьких станиц, делятся впечатлениями о выставке Вениамин Кондратьев. После осмотра стендов губернатор края встретился с теми, от кого напрямую зависит облик каждого населенного пункта Кубани. С ведущими архитекторами региона разговор в первую очередь пошел о новых подходах в строительстве. То, что сегодня мне Ирина Владимирович и коллеги показывали, где красивые фотографии проектов, улиц, площадей, микрорайонов. Очень хотелось бы, чтобы вот это было не только на фотографиях, и не только на стендах, чтобы это было в реальной жизни. Большинство зданий, которые построены за 10-15 лет, это серые и безликие коробки. Я понимаю, что сегодня все могут возражать, говорить про экономику, про то, что экономика не складывается, если не прибегать к бетону и стеклу. Давайте дифференцировать полностью то, что мы делаем с архитектурным обликом Краснодара, и не только, наверное, Краснодара. Я уверен, что и в станицах, и в хуторах тоже люди должны и хотят жить в благоустроенных и красивых населенных пунктах. Около 70% объема строительства – это индивидуальная застройка, приводит цифры главный архитектор края. Но ни за качеством, ни за внешним видом этих зданий сегодня никто не следит. На ближайшее заседание Госсовета край готовит инициативу о воссоздании муниципального градостроительного надзора. Сейчас контроль начинается только если здание выше трех этажей или больше полутора тысяч квадратных метров. По словам Юрия Рысина, решать все проблемы в краевой строй индустрии можно только по принципу ликвидации чрезвычайной ситуации. Мы прошли потрясающую школу с нашими коллегами работы в чрезвычайных условиях. Мы пережили три страшных наводнения с 2002 года. И все, ну и большинство присутствующих здесь работали на ликвидации последствий. Мы разработали 14 типов фундаментов, которые совместно, которые применяли для ускорения проектирования. Мы применяли лучшие проекты быстровозводимых объектов, которые в стране были. Сегодня у нас чрезвычайные условия, экономические чрезвычайные условия и всякие другие. Вот надо этот опыт применять. Как будут завтра выглядеть города, станицы и хутора, зависит только от архитекторов края. Именно они несут ответственность за внешний вид каждого населенного пункта, напоминает глава региона. Из них спрос за бездумную хаотичную застройку. И в этом случае отговорки или оправдания, что это поручение или решение пришло сверху, не принимается, обозначает позицию губернатор. Мы научились штамповать эти коробки и разучились делать архитектуру. Где то, чему вас учили пять лет, создавать эту архитектуру нету, исчезло, ушло или продалось. С кем начинаешь общаться, если разбирательство идет, это было политическое решение сверху. Ну знаете, есть такое, если ты не согласен с политикой, ну иди в отставку тогда, если ты не согласен. А если ты уж подписываешь, ну да, уже отвечай. По-другому уже быть не может. На двух стульях не усидишь. Найдите в себе силы перевернуть вот этот лист вчерашнего дня. И архитектурный облик того или иного населенного пункта – это слегка ваше творчество. Вот именно так говорю, ваше творчество. И насколько вы с душой подходите, настолько мы имеем вот это архитектурное лицо того или иного населенного пункта. Поэтому искать здесь кого-то крайних или кто еще, никто не виноват, кроме вас, сидящих в этом зале. Архитектурный облик значимых объектов в первую очередь нужно обсуждать самими жителями, говорит глава региона. Мнение населения должно стать решающим в вопросе застройки, особенно исторических центров. Именно в таком тандеме будет достигнута главная цель – создание красивых улиц и комфортных микрорайонов. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.